В своё время на моём канале выходило огромное множество видео, посвящённых модам на войну группировок для нашей любимой игры Stalker. У меня есть целый раздел на главной странице канала, и я знаю, что среди вас много любителей поиграть в войнушку. Ну и раз так, правильно будет поддерживать моды на войну, которые всё ещё продолжают развиваться и разработчики не забрасывают в своё творение. Сегодня мы посмотрим на такой модецкий, New Vision of War, первое видео, по которому на моём канале вышло аж 12 февраля 2017 года. А познакомился с этим модом я и того раньше, ещё до создания канала. Этот мод базируется на платформе Чистое Небо, и оттого кажется более простеньким, чем тот же ЕОК на сборку Стасона. Но если у вас лавый ПК, на котором у вас лагает ЕОК, а перестрелки там бывают довольно массовые, даже у меня порой подлагивает, но в целом играть комфортно. Или, допустим, с войной группировок вы в осени знакомы, то для вас будет лучше всего начать знакомство с этим прекрасным режимом с этого мода. Поводом снять очередное видео по этой войне стало обновление, на которое мы сейчас и посмотрим. Первый же пункт, новый загрузочный экран. Ну ладно, перейдём к более серьёзному. Был добавлен в тестовом режиме менеджер модов, что очень круто, ведь с помощью него можно настраивать игру под себя и ставить те аддончики, которые нравятся. Появилась бартерная система, со сталкерами теперь можно меняться вещами. Немного не понимаю, зачем это надо, ибо во время войны на такие вещи особо времени нет, и такая фича больше бы подошла для какого-нибудь медленного атмосферного мода. Ну ладно, вроде не мешает. Было бы здорово, если бы таким образом у сталкеров можно было бы выменить то, что не купишь просто так. Новый ствол, новые анимации, новые звуки оружия. Тут надо кое-что понимать. Слово «новое» в данном списке изменений значит, что это новое. Новое конкретно для этой модификации. Эти же самые анимации вы уже могли видеть в других модах, понимаете? Далее. Монолитовцев и зомбированных сделали более невосприимчивыми к огнестрельным повреждениям. Чувствуете? Кажется, Мануэль снова будет бомбить на монолит. Изменены какие-то стартовые наборы, понятно. Кстати, в комментарии можете написать, за какую группировку в «Войне группировок» вы играете чаще остальных. Ну всё, есть ещё изменения, но я прочитал самое основное. Теперь же давайте перейдём к самой игре. Приятного просмотра. А вот мы наблюдаем и изменённый загрузочный экран батюшки. Какая ж эта красота. Мне кажется, разрабам вообще надо было только загрузочный экран оставить, и все остальные изменения убрать, и это бы получился полноценный патч. Но это лично моё мнение. Новая игра мы начинаем, конечно же, на базе «Чистого неба», как и всегда, у меня ничего с собой нет. И надо говорить с Лебедевым, ну конечно, и он уже меня куда-то в свою очередь пошлёт. Иры-пыры, здравствуйте, запомнил. А, тут немного диалоги поменяли, нормально, нормально. Тут советы добавили, круто, классно, но мне советы не нужны, я такой, я всё знаю. Итак, ты готов? Да. И теперь выбираем группировку. За кого бы поиграть? Да давайте за каких-нибудь наёмников, что ли, я не знаю. Вот так выбираем наёмники. И счастливо, ну, типа, знаете, мы уже просто за всех играли, я попытался вспомнить, за кого мы либо совсем не играли, либо играли по минимуму. И выбор мой пал на наёмников. Уважаемые наёмники, все, разумеется, кто смотрит это видео, привет, и я к вам, готовьте для меня место у костра. Опаньки, я у наёмников, и нахожусь я у дальней укрепточки. Плюс ко всему сюда движутся, нет, мутанты движутся на водонапорную башню. И, по-моему, там наш лагерь, собственно, на котором я и должен вступать. Слушай, братан, может, махнёмся? У кого чё, мешок богатый? Колобок, ветер свободы, армейская аптечка. Ну, например, я бы взял костюм. Ничего для обмена у нас с тобой не будет, понятно, но, видимо, у меня как такового улута нет. Синдикат набор есть? Да. Ну, готов. Читать уж не будем, потому что тоже это всё было, не было. Отлично, теперь подоработает на нашей частоте, тебе доступны все разделы, а также общая тактическая ситуация в зоне. Отлично, приступим. Итак, до встречи. Что он мне дал? А, он мне, кстати, не дал никакую снарягу стартовую. Если что, есть техник, можно опять-таки что-то, видимо, прокачивать, но денег у меня к этому не имеется. В общем, опаньки, кирпич, я думал, его можно подобрать, чтобы потом кидаться. Наш квест это упавший вертолёт пойти его зарашить. Тут тут же есть бандиты, они к нам нейтрально настроены. Вот, уважаемые разработчики, если вы смотрите это видео, а я допускаю такую вероятность, почему бы вам не подумать о режиме «Все против всех», как это реализовано в ЕОК на сборку Стасона? Я не знаю, насколько это сложно реализовать, но я верю в то, что это можно реализовать. Почему режим «Все против всех» это круто? Ну, попытаюсь объяснить. Как минимум потому, что в зоне не скучно. Ну, сейчас вот у меня эти бандиты, да, а я хочу полностью всю зону захватить, и только чтобы она была у меня вот такой вот я, молодой человек-собственник. Так что подумайте об этом, подумайте о режиме «Все против всех». 11 килограмм из 51 у нашего главного героя. Эх, ну не сказать, что выносливость кончается прям чтобы совсем, но ладно, хорошо. Наше с вами задание это всё-таки захватить упавший вертолёт. Скорее всего, мы сейчас там покладём людей, и наши уже своими ногами туда потихонечку, полигонечку пойдут. Но есть также вероятность, что бандиты, например, туда пойдут, да, как только я зачищу эту точку, и заберут её под свой контроль, а мы уже её забрать не сможем, понимаете, да? О, кабаны, здрасте, здрасте. Вы на меня? Нет, по-моему, кабаны на монолитовцев напали, а монолитовцы на меня. Что-то как-то уж тут слишком всё белое, посмотри на это. Здрасте. Нихрена себе тут кабанов. Здорово, пацаны. В общем, кабанчики куда-то побежали, мимо леса. Надеюсь, ко мне подходить не будут, а я попытаюсь, наверное, уже трупы обыскать. Нет, будут, будут. Понятно, ну иди сюда. Ага, один готов. Опаньки. Так, ну и пацаны вроде сами по себе перебили кабанов. Ну а я шо? А я буду лутать, я буду пытаться брать самое, более-менее такое неплохого состояния. Оставлять всё это дело себе и, типа, возможно, продавать. Ну вот 5,45 наберём. Что там, шоколадка, что ли, прибавляет что-то? Ну нет. В то же время сзади монолитовцы поджимают. Но мне кажется, монолитовцев тут сильными сделали, знаете. Вот, я помню, кстати, эти патроны тащили. Усиленная картечь. Это топ. Берёшь дрободан, усиленную картечь, и всё, готово. Так, монолитовцы, подождите, вы пока там на меня... Ну не допадайте, пожалуйста. Почему-то из ЗИшки я не могу снять прицел, ну и продать я её тоже вряд ли смогу. Она уже больно сломана. И почему-то наймы, кстати, заметьте, особо-то и не ходят никуда. А что случилось, ребята? Я тоже наёмникой? Блокпост у фермы, да, ничего себе, ты где вообще? Я так понял, у наёмников тут тоже базы? Нет, это ресурсная точка, понятно. И откуда же мы будем спауниться? Я немного не понял, сейчас я начал... Ну ладно, пойдём как минимум захватим... Ой, ой-ой-ой, монолитовцы, здрасте. Пойдём как минимум зачистим вертолётную площадку. Это наше с вами главное задание. Да кто по мне стреляет? Ничего себе, они аж отсюда по мне шмаляют, ты прикинь? О, они ещё мне так неплохо наподдали. Каких своих дурак? Вы слышали? Вы видели вообще? Он, короче, мне говорит, эй, своих на прицел не бери. Слушай, Мэн, мне кажется, ты знаешь, ты маленько как бы, ну, перепутал. Всё бы ничего, но я-то не свой так, ребята, давайте аккуратно как-то, ну. Ну я не знаю, тут никого не осталось не верить карте, но вот ко мне идут пацаны. Причём довольно бодренько так. Опаньки, приветички, приветички. Так, гренка, гренка, попробуем её кинуть. А, понятно. В общем-то, ребят, мы тут вроде как слили. Вой, вой, ай, опять началось. И причём сюда должны идти мои? Они идут? Нет. Должны? Должны? Где они вообще спауниться? Тоже не очень-то понятно. Ещё и игра решила подзависнуть. Знаете, мне кажется, мне вообще надо было начинать за каких-нибудь других ребят. Ну вот, видно, они с фермы вроде как шевелятся. Может нам перейти на ферму, слушай, может там лучше всего будет сейчас бой провести. Локацию позахватывать, потому что тут какой-то мертвяк. Хотя дальний укреп. Там базой когда-то считалось. Уж как-то нереалистично я хожу по асфальту. Как будто у меня жёсткие такие твёрдые каблуки. Хотя по факту это не так. Ну давай, собака. Намана. Парочку убил, но боюсь они от меня не отстанут. Как шатает. Ой, напился. Квасу. Просто выпил квасу, ребята. 51 тысяча. Нажимаем, значит, продать. Единственное, что мне обидно, это то, что я, допустим, даже если сейчас перемещусь за наёмников работать на территорию Тёмной Долины, потому что тут невозможно работать. Ну никак. Они не идут. Просто я зачистил. Вот, ноль. На точке никого. Люди не идут. Что делать в такой ситуации, вы меня спросите? А я не знаю. Я не знаю. Это вопрос к разработчикам. Вот. Почему они сразу на такую высокую локацию меня перекидывают? Могли бы в Тёмную Долину перекидывать, как это когда-то было. Я, в принципе, помню. Но нет. Ладно, на нет суда нет. В общем-то, дропы, ребята, не продают, к сожалению. Патроны 5.45 купить. Ну, в принципе, на 100. Я не думаю, что этого хватит, но пусть пока будет так. Пойдём немного починимся. Я нажал нужное подкрепление и заславнились пацаны. Я забыл. Да, тут же есть спавн. Кстати, 24 тысячи с меня отняли. Это очень неплохо. Тут есть спавн. Ну-ка, раньше на F1, по-моему, было. SKS, SKH. Нет, сейчас не на F1, не на F2. Больше нету спавнера такого. Выдвигайся на точку, зачистите её, если потребуется. Армейские склады. Упавший вертолёт, да. Чё, пацаны идут на упавший вертолёт? Да, идут, и моя цель им всячески помогать. Поэтому сеймся. Тут были мутанты. Пока давай достанем дробовичок. Они стоят. Пацаны, вы чё? Я же вам приказал дальше идти. Лёг! Ой, колбасу жрёт. Устал. Ой, прошёл 20 метров. Слушай, мэн, я же тебе сказал. Отправляйтесь на точку. Армейские склады. Упавший вертолёт, да. Э, и снова идут. То есть они схалтурить захотели, да? Охренеть. Я с первого раза вижу такое. Ну, вроде идут. Ладно, мои айсэль сейчас от монолитовцев тут вынести, которые тут рядышком есть. Давай всё-таки вот такую пушку зарядим, сохранимся. И будем, как я... О, сука, там народа. О-о-о-о. Ба, что происходит? Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Так, хорошо. Потихонечку отстреливаю монолитовцев. Но в то же время наши хера, блядь, пойми, куда пошли. Ой, тут сколько монолитовцев. Чё-то я как-то вообще сейчас... Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо, пацаны. Я по тебе попасть не могу, но ты, конечно, изворотливая дура. Бронебойные заряжаем. Вот сейчас пойдёт реальная пьянка. Новое задание, захватить барьер. А это чё, в смысле? А это выполнено, чё не? А, ну, видимо, мы сейчас сначала должны отразить одну атаку. Да, есть такая шляпа. И в то же время тут сейчас монолитовцы будут идти в большом объёме. У-у-у, сейчас будет перепалка, кстати. Нормально. Нормально. Так, так. Нормально вроде. Ой, там нападают. Отразить атаку, отразить атаку. Быстрее, быстрее. Вот будут спеть. Так, минус. Тут кто-то засел, да? Вот он ещё. Ух ты, ух ты. Ты с чего стреляешь, дура? Ой, я F1 случайно нажал. Короче, привык. Везде, даже игра зависла. Ох, неужели. Первую точку я захватил. Наконец-то. Что там по награде-то? 10 тысяч рублей, USP. В общем, награды поменяли. Это прикольно, это здорово. Потому что, ну, не хотелось уже одни и те же награды получать. Там, спасибо, знаешь. Ну, две тысячи рублей. Ай-яй-яй-яй-яй. Не убивайте, не надо. Я засаду сдам. Пора уже возвращаться и продавать барахло. И плюс ко всему, у меня уже патроны на всё кончились. Кстати, у нас есть вот такая снайпа, да? Как бы, ну, один из патронов, плюс не заряжена. Попробуем сейчас пострелять. Как видите, пушка супер мощная, супер точная, вернее. Да, я хотел сказать. В принципе, всё получается неплохо. Тут какие-то жёлтые появились. What the fuck? Монолитовцы жёлтые. Что? Они, короче, обоссались и решили заранее сдаться, я так понял. Обыскивать мне особо нет смысла. Ну, ладно, аптечка. Опаньки, 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 опаньки. Сейчас я, короче, заранее попытаюсь как-то насолить монолитовцам. Так, ну и что? Ну и всё плохо, потому что я, как бы, ну, не могу сейчас взять весь этот лут и отнести. Ух ты. Целых два скарчика я дополнительно нашёл. Эти пушки должны очень много стоить. Поэтому калаши, пожалуй, мы выкинем. Да и вот этот дрободан. И всё равно перегружен, да? Ах, ничего не хочется больше выкидывать. Да, наши там жёстко, кстати, стреляются с вояками за право обладать этой точкой. Ну, молодцы. Удачи им, удачи. Я буду работать только по заданиям. Захватить барьер, значит, захватить барьер. Вот сейчас, может, новый отряд заспаунил, да, как бы. Скажу, идите, пацаны, захватывайте барьер. Или опять, когда люди в крепточке, можно подойти и пацанам каким-то там сказать, там, два отряда. Но они опять будут халтурить, понимаете? Я ему сказал, где захватывай упавший вертолёт. А он на одной точке остановился. Шёл-шёл, на другой точке остановился. А если бы я, как бы, не следил за ним? Чё, я бы, как бы, ему приказал и забыл? Да, это вопрос. Ну, вообще, очень прикольно придумали, что можно так приказывать. Субтитры сделал DimaTorzok